Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе сообщает, что за последние сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии 15 пациентов, из них 9 на ЭВЛ, 3 человека не справились с болезнью. В инфекционных больницах 273 жителей республики и почти 1500 в режиме домашней изоляции. По словам врачей, на фоне увеличения эпидемиологической ситуации в столице темпы вакцинации выросли в 5 раз. Все подробности в следующем видеоматериале. С раннего утра в городской поликлинике очередь на вакцинацию. Если раньше на прививки записывались в основном люди, находящиеся в группе риска, то сейчас все больше молодежи. 23-летняя элистинка Валерия Кокугинова в кабинет к инфекционисту прошла по живой очереди. Долго ждать не пришлось, все работают оперативно. Вторая волна ковиды, которая сейчас нагрянула, говорят, что более подвержено еще молодое поколение 20 до 35 лет. Поэтому я решила вакцинироваться. Для меня главное здоровье, я думаю, что для всех главное здоровье, и чтобы не болеть и не было осложнений, все вакцинировались. На всякий случай после введения препарата врачи рекомендуют посидеть в коридоре 15 минут. Кроме того, каждый получает специальную памятку. В ней прописаны рекомендации, как вести себя после прививки. К примеру, в течение трех дней нельзя мочить место инъекции, не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. Ну а перед процедурой обязательный перевищный осмотр проходит каждый доброволец. По словам врачей, вакцина Гамка Витвак или Спутник Ви двухфазная. Сначала вводится первый компонент, через 21 день второй. После прививки в организме человека вырабатываются необходимые для борьбы с вирусом антитела. Их наличие гарантирует защиту от инфекции. От этой инфекции никто не защищен. Только вакцинация может защитить. Даже если говорят, что другой штамм может не помочь. В любом случае, если вакцинированы, в легкой степени переболеют. Не дойдут до ИВЛ и до тяжелых случаев. Для того, чтобы успеть за день принять всех желающих, в городской поликлинике открыли дополнительные кабинеты. В сегодняшний день у нас работают три кабинета врачей, два прививочных кабинета. И принимаем за день мы свыше ста человек. Вирусы постоянно мутируют, появляются новые, все более опасные штаммы. Вакцинация – пока лучшее средство профилактики заражения, говорят те, кто пришел получить прививку. Я бабушку привел. Я уже провакцинировался. Теперь бабушку привел сюда. Я пришла получить, отметить сертификат. А так обе прививки сделала. Я пришел провакцинироваться добровольно, чтобы защитить себя и своих близких. Сегодня в ряде российских регионов небывалыми темпами растет заболеваемость коронавирусом. А смертность уже ставит антирекорды за всю пандемию. В текущей ситуации остановить третью волну поможет только резкое сокращение числа инфицированных. А это значит, что чем скорее все получат прививку, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. Игорь Манджиев, Светлана Аджиева, Анатолий Кожимбаев. Информационная программа День Республики.